В рамках программы «Мир новых возможностей» на базе Публичного центра правовой информации в Центральной городской библиотеке реализуется проект «Универсальная территория». Одно из направлений деятельности – диалог с властью. Встреча без галстуков. На вопросы студентов и участников городского детского парламента ответил глава Мончегорска Дмитрий Староверов. Это третья встреча без галстуков. Напомним, что с молодежью уже успели пообщаться. Заместитель главы администрации Владимир Ливден, депутат Мурманской областной думы, помощник генерального директора КГМК Максим Иванов. Дмитрий Староверов, глава Мончегорска, всегда открыт для общения. Встречу с ним ребята ждали и готовили вопросы заранее. Мы заранее с ребятами встречались, обговаривали, какие проблемы их волнуют вообще-то. В том числе и городские, может быть, и какие-то вопросы по образованию, по каким-то перспективам. Ну и плюс, конечно, очень главное показать ребятам, к примеру, успешности в городе Мончегорске, для того, чтобы успешные люди могли рассказать о своей карьере, о своем жизненном взгляде, о Мончегорске и вообще о себе, как об успешном человеке. Вопросы о детстве, о семье, о семейных традициях, о чем мечтал, чем увлекался. Прозвучал ряд вопросов о городских пробелах, о заброшенных зданиях и новых объектах. Поговорили обо всем. Встреча без галстуков прошла в ожидаемой открытой атмосфере. Вопросы такие, которые заставили меня о каких-то вещах задуматься, о которых я, в общем-то, не задумывался. Вспомнить что-то из своей жизни, даже из детства кусочек. И вопрос у меня сейчас вышел, меня спрашивают. Вот, наверное, с пенсионерами-то там не так интересно, а другие вопросы. На самом деле, вопросы, в принципе, одинаковые, что у людей старшего поколения, что у молодежи. Те вопросы, которые касаются города. Анастасия Абрамова давно пытается выяснить, есть ли расписание на спортивном стадионе школы номер 7. В прошлом году этот проект софинансировали горожане, с условием, что доступ на площадку будет открыт всем. И другие вопросы, которые требуют решений и помощи власти, также были заданы юными парламентариями. Больше заботили вопросы по благоустройству города, вопросы про седьмую школу, которую я задавала. Я удовлетворена ответом, потому что я услышала все, что хотела услышать. Вообще было интересно все послушать, все узнать, то, что было сказано. Ребята активные, понравилось. Очень много задавали вопросов. Не сидели, не отсиживались. Были активные даже те, кто в Манчегорске живет совсем недавно. Варвара Морозова в сентябре месяце переехала из Апатитов. Сразу оказалась в числе парламентариев. Вопросы девушки говорят о заинтересованности в благополучии социума, а также о наблюдательности. Она указала на многие городские недочеты. Самые главные вещи, которые я хотела узнать, я получила удовлетворительные ответы. И мне было очень приятно и интересно слушать о нем как о личности. То есть он рассказывал о своем детстве. Я поняла, что это такой же человек, как и я, что я тоже могу вырасти и добиться чего-то, о чем не думаю. То есть вот я спрашивала его, мечтал ли он быть лидером. Он сказал, что нет на самом деле, ничего такого не было. Я просто работал, делал все исправно и добился вот таких вот высот. Дмитрий Староверов рассказал ребятам о своих жизненных принципах. О том, почему они появились. О хороших, успешных людях, которые попадались ему на пути. О службе в армии и трудовой деятельности в Кольской горнометаллургической компании. Не все складывалось само собой, приходилось принимать серьезные решения и много трудиться. Упорство, ответственность и самостоятельность – это воспитание. Это те качества, которые дала дружная, крепкая семья. Семейные традиции и устои. Ребята после трех встреч с успешными людьми сделают соответствующие выводы и будут стремиться вверх и равняться на лучших. Я считаю, нужно быть немного похожим на всех из трех представителей. Все-таки они добились успеха. И у всех у них есть качество, которым нам нужно научиться. Это ответственность. Также, Владислав, помогите. Все правильно сказал. Ребятам есть с кого брать пример. Они уже участвуют в социальных проектах. Из первых уст узнают, как меняется город, что можно сделать для его благополучия. И даже в юном возрасте возможно начать писать первые страницы успешного портфолио. На сегодняшний день Манчегорск предоставляет для этого немало возможностей. В их числе благотворительные программы Норникеля, в которых может участвовать молодежь, самостоятельно создавать проекты улучшения городского климата и воплощать хорошие идеи в жизнь. Указывая на проблему, многие ребята тут же сами придумывают решения. Неравнодушных людей у нас очень много. И здорово, что среди молодых ребят есть такие неравнодушные, которые хотят сначала покритиковать. Но я надеюсь, что со временем они как-то тоже включатся в эту работу. Потому что если они с таким интересом общаются, задают такие не всегда удобные вопросы, то значит граждане хорошие вырастут из них. Студенты и участники детского парламента уже активно ведут диалог с властью. Значит, вектор выбран правильный.